Слово «шаббат» буквально переводится как «суббота» и означает «отдыхать». Для иудеев это не просто выходной. В шаббат нужно оставить обычные повседневные дела, любую работу, посвятив его Богу и общению с близкими. К шаббату еврейские хозяйки начинают готовиться еще в четверг. В первую очередь нужно испечь специальные булочки халы. Они символизируют двойную порцию манны. Вот это вот булочки называется хала. Их пекут в четверг накануне шаббата. Шаббат – это наша святая суббота. Это конец пятницы, начало субботы. Последователи иудаизма употребляют в пищу только кошерные блюда. С иврита понятие «кошерный» – «кошер», «кошрут» – переводится как «правильный». Нельзя одновременно есть молочное и мясное. И даже запрещено хранить на одной полке кастрюли для этих продуктов. Традиции чтит самарская семья фейманов. Для них незаменимое блюдо на праздничном столе – форшмак. Оно содержит сливочное масло, поэтому одновременно с ним мяса на столе не бывает. Мы сегодня будем готовить форшмак. Любимое блюдо нашей семьи, самое быстрое, легкое и на завтрак всегда очень уместное. Для этого мы берем сельдь, филе. У меня есть чудо-комбайн, который мне всегда помогает. Дальше туда яблочко нарезаем. Также у нас идет туда луковица. Мы сейчас половинку возьмем, потому что если мы планируем это есть на завтрак, то луком много не надо. Немного сливочного масла. Мы все правила кашрута соблюдаем. Рыба сочетается со сливочным маслом, и на столе у нас не бывает мясного, когда мы едим сливочное масло. Дальше мы все это накрываем крышечкой. И измельчаем. Все элементарно, все просто, форшмак готов. Мы берем любимый хлеб, любой. Ну, конечно, его в идеале отсушить немножко. И дальше мы просто наносим нашу массу на хлеб. Добавляем листочек, и наш форшмак готов. В семье Юлии и Евгения Фейманов четверо детей, которых родители воспитывают в еврейских традициях. В шаббат фейманы собираются за праздничным столом, садясь за которой читают молитву. Затем глава семейства разламывает халы и раздает по кусочку всем присутствующим. Наливает шаббатное вино, его можно заменить соком. Мать семейства, согласно традициям, зажигает свечи по числу членов семьи. Также принято подавать картофель и два салата. Наступает самое долгожданное время за всю неделю – общение с близкими. Виктория Шаре, Константин Головин, События.